Здравствуйте, оператор 112, Матища Николаева, слышу вас. В среднем тысяча звонков в сутки поступает на пульт единой дежурно-диспетчерской службы. Вызов скорой, пожарных или полиции – вот тройка лидеров по количеству звонков. Но с наступлением осенней промозглой погоды на первое место вышли обращения по вопросам ЖКХ. Если взять за месяц, прошедшие середина сентября, начало октября, около 20 тысяч вызов поступило через систему 112. И плюс еще у нас два городских телефона оперативных дежурных, туда тоже поступают вызовы от жителей города, тоже по каким-то случаям, происшедшим в городском округе, и по отоплению тоже туда поступали. Около 7 тысяч раз за предыдущий месяц жителям округа потребовала срочная медицинская помощь. Информацию о гибели двух подростков на железнодорожных путях станции Перловская первыми узнали здесь, на пульте 112. Два подростка 15-летних, они переходили железнодорожные пути в неположенном месте, как нам сообщили в наушниках. Поэтому они слышали приближающегося поезда и их сбило со смертельным исходом. О том, чтобы жители были внимательнее не только при переходе через железнодорожные пути, ЕДДС регулярно информирует в соцсетях и через мобильные приложения службы. В новостной ленте также отображаются плановое отключение электроэнергии и водоснабжения. Информация от МЧС об ухудшении погодных условий. А кроме того, любители прогуляться по лесу и заядлые грибники там найдут напоминание правил безопасности. Но даже тех, кто все-таки потерялся, диспетчеры помогут быстро найти. Если телефон подключен к интернету, работает функция геолокации или подачи GPS-сигнала. Мы дополнительный инструктаж провели с операторами 112. Если звонит человек, потерявшийся в лесной среде, как с ним вести разговор, чтобы легче было найти, какие инструкции ему давать, как этому человеку вести себя в лесной среде, не передвигаться, оставаться на одном месте. Ну, там есть определенные критерии. Отключить телефон, выходить на связь там каждый час, чтобы батарейку сэкономить. Это операторов дополнительно мы инструктируем. С помощью диспетчерской службы в начале осени удалось оперативно эвакуировать снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны. Спящий боеприпас оказался невзрывоопасен. Но, по мнению специалистов, в таких случаях лучше перестраховаться. Единая дежурно-диспетчерская служба принимает вызовы от жителей и направляет их обращение в необходимые инстанции. 112 – это система, обеспечивающая вызов экстренных и оперативных служб по единому номеру. Дарья Ильинская, Денис Корнев. Информационная программа «День». Продолжение следует...